Девушки отдыхают Мадам, позвольте предложить вам масло пихты. Его свойства совершенно замечательно позволяют забыть любые объекты. Борис, а ты изоолог или биолог? Я в первую очередь бизнесмен. Ну, на сухе по 700 баксов мы не можем изгореться. Вот с вами на сухе на 700 баксов. И развлекайся. Вера, Вера, Вера. Друзья мои, сударыни, товарищи, ну что ж вы такие грустные. Господи, я умоляю вас, немножко веселее. Это же 18-й век. Взятие Бастилии, обезглавили монарха, русско-турецкая война. Четвертовали Емельяна Пугачева. Такие веселые времена, а вы такие кислые. Умоляю вас, улыбаемся. Внимание. Опа-на, молодцы. Пошли. Слушай, а давайте там сфоткаемся. Я эту дурочеку шляпу не одену. Так не обязательно вшляп. Там есть куча дорогих косилок. Прекратить дуться. Послушайте, а вы уверены, что идея хорошая? Это же переодеваться надо. Обещаю, не взваливать на твои хрупкие, нетренированные плечи тяжелые доспехи. Свет, да что ж такое происходит сегодня-то, а? Мам, вот вы где? Я вас потеряла. Чего стоим? Да вот, предложение поступило сфотографироваться. Какое сфотографироваться? В этом барахле на такой жарюке. Поехали лучше в этот, в аквапарк. А мне кажется, замечательное предложение. Будешь что-то вспомнить? Если вспомнить, больше будет нечего. Пойдем, дорогая. Давай, аквапарк в следующий раз. Боря, идешь? Да. Не, ну если только в костюме муж хитера там. Просто всю жизнь мечтал. Здрасте. Спасибо. Потрясающе, друзья мои. Боже мой, да от вас просто повела эпоха. ВДНХ, Савиахим, Волга-Волга. Давайте немного сменим к оппозиции, товарищ адмирал. По центру становимся. Адмирал, да, по тебе правда идет военная форма. Ой, Свет, военная форма идет каждому мужчине, да, Карина? Ой, даже не знаю, Борис Михайлович, на вас прекрасно сидит форма зоотехника. Такое ощущение, что вы переодели свое рабочее. Послушайте, я в высоте, чем не военный, а? Форма как родная. Да, вам и правда идет. Ну, просто мой дед был комдит. Они, кстати, с бабушкой в Крыму познакомились. А мои родители в Севастопе. Да? А я подоложу, что ты на практике девственность потерял. Колька потерял. Ничего, Саша, это я так разговор подержать. Давайте все дружно скажем. Лик без... Кукуруза! Кукуруза! Привет! Скоро подожду. Погода, приятного настроения нет. В номере бардак. Невозможно ничего найти. Калина, ну ты прибралась бы хоть, что ли? Пф! Парамонов, ты успокоился бы, что ли? Я тебе что? Уборщица. Позвони на рецепшн. Да при чем здесь рецепшн? Ну, пожалуйся. И вообще, что ты расскажешь здесь в трусах? Это ты Вере будешь показывать рабочее христианское нюк. Слушай, ну я поэтому и расскажу, что я их нигде не могу найти. Да не, вырубай приставку, идем на пляж. Давай, давай, вставай, собирайся. Ну, где они могут быть? Я не понимаю. Ой, Борюсь, я не слежу за миграцией твоих труселей. Я их все утро ищу. Ну, где они? Ну, не могли же они испариться? Ну, давай я тебе дам Сашкины плавки. А денешь будут как стринги. Вере, понравится. Вот это сейчас не смешно было. Ты что, не смешно? Нет. А ты спеши, они смешные и жуткие, этот выгонят. Ну, что ты? Ух ты, язвой какой стала, Калинина. О, не за такую ладу, Калинин. Ну, я в восьмом классе-то дрался. Дрался, дрался, да, дрался. Это когда тебя Левкин догнал и возил мордой полю. Ну, Левкин, кто возил меня полю? Какой Левкин? Ты была там? Все, все, ты достал меня. Все, Парамонов. Саша, ну, сколько можно говорить, Санек? Саш, ты нормальный человек вообще? Я целый час по номеру хожу, ищу свои благ, ты на них сидишь и молчишь. А ты что орешь на моего ребенка? Что, кто орет на него? Я просто, можно же сказать словами, дядя Боря, вот ваши плавки. Так он же целый день сидит в эту приставку идиотскую, тык-мык, тык-мык, рубится. А ну, не ори на моего ребенка, ты ему кто? Ну, а ты-то что, разнервничался? Я не понимаю, что у нас, глазки забегали, ручки затрясли, что такого? Я просто сказал и сделал ему замечание. Плавки лежат, он молчит. Ты достался своими плавками. Каленина, стой! Ну-ка, стой, я сказал! Не вздумай ты! Я все понял. Че? Я понял, в чем дело. В чем? В чем? В чем? У тебя когда последний раз секс был? А у тебя? Чумичка, а? Твое? Нет, конечно. А это, вы знаете, мне вообще вчера носки в тарелку прилетели. Это не отель, общага какая-то. Вот, 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 абсолютно правильно, абсолютно. О, Кариночка, привет, дорогая. А вы что, у бассейна, а мы решили на пляж? Да? Ну, хорошего вам отдыхать. Спасибо. Папуль, может, мы тоже в бассейне поплаваем? Я, в принципе, не против. Что значит не против, Игорь? Что значит не против? Мы же договорились. Какой смысл приезжать на море и торчать у бассейна? В этой хлорке киснуть? А какой смысл киснуть среди бодрости и бедус? Пап, выбирай. Девочки, я сказал, мне все равно, лишь бы вы не ссорились. Тогда разделимся. Вера идет на пляж, а я стою здесь. Да, Верочка? Прекрасное предложение, у меня. Вера, ну это что, было так принципиально? Да, это было именно принципиально. Ты что, не видишь, как твоя дочь манипулирует людьми? Я не хочу торчать у бассейна. И завтра в дельфинарий я ехать тоже не хочу. Ты не хочешь в дельфинарий? Я хочу на пляж. Здравствуйте. До свидания. Спасибо. Ой, а я вас на пляже ищу, а вы решили тут, да? Не, ну правильно, что там делать на этом море? А Вера Павловна, на массаж пошла? На море. На море. Мы разделиться решили. Свет, вещи не разгласили. Ну, это правильно, в принципе. Демократия в семье, это вообще очень похвально. Детвора, слушайте, а может, по мороженому, а? Так, Саша, Света. Спасибо, как-то не хочется. Я не хочу. Свободен. Не хочу. Карина, ну помидься в глаз, сладенького. Ну, я же по глазам вижу, что ты хочешь. Ты забыл, дорогой, что я не люблю сладкого. Сладкого не любишь, да? Не хочу. Очень странно. Такая жара, кошмар. Так ты снимай штаны, давай. Не, не, окунись. Вот. Что это за язва такая, это язва, понимаешь? Язва самая натуральная. У тебя язва? У меня? Нет, у меня, ты знаешь, эрозия была. А сейчас все нормально. Ничего страшного. Так ты сходи, поешь что-нибудь. Я не хочу. А, да, да, нужно же сходить, поесть же. Надо со здоровьем вообще шутки плохие. Надо что-нибудь диетическое, чемулек там что-нибудь. Так может. Нет, от фруктов у меня. Все, пошел. Солнце мое. Иди уже. Что я без тебя делал, да? Все, сейчас, я скоро. Извините. Солнце. Солнце. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нет, спасибо вам, конечно, но вообще-то я хотела позагорать. Простите, я просто подумал, такое солнце, у вас кожа такая белая. Интересно, это давно вы стали обращать внимание на мою кожу? Мужчина, куда вы мой зонтик утащили? На минуту отойти нельзя. Тоже мне отель. Пять звезд. Говорили люди, поезжай в Анталию. Простите? Олешка, а ну надень бананку. Людочка, ну не начинай, а? Что ты меня позоришь? Не за Людиков волн. Мужчина. 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 Пять лет я был заточен в этом сосуде. Но ты освободила меня, моя госпожа. За это я исполню три твоих любых желания. Или одно желание трижды. Отвали. Осталось два желания. Думай хорошо, моя госпожа. Это ты, Хатабрич. В следующий раз думай головой, а не своей чебетейкой. Иначе останешься в одиночестве еще тысячу лет. Вера, ну ты что? Вера, ну подожди. Хочешь что-то сьему? Достой, не узнаешь себе куда? Куда? Боря, придумай что-нибудь пооригинальнее. Вера, ну подожди. Дерусь. Вера, подожди! Вера! А деньги? Ты здравь! Водичка просто прелесть. Я тут себя на мысли поймал. Представляете, последний раз был в Крыму, когда он еще не считался заграничным курортом. Представляете? СМЕХ Это ж когда это было? В... Ну да, восьмой класс. Это июль восемьдесят... восемьдесят девятый год. В Артеке. Ну, этот. Двадцать пять лет назад. Это ж юбилей получается. Двадцать пять лет. Ну, в смысле... Сань, надень на рукавники. Сходи поплавы, а? Я не хочу, мам. Ну, шляпу тогда надень. Да не хочу я, мам. Вот характер, а. Александр, вы так будете томиться на санцеперке? Или, может, все-таки окунетесь? Да как-то не хочется. Сань, не палься. Будь мужиком. Скажи всего лишь четыре слова. Я не умею плавать. Вот заколебала ты, я умею плавать. Не желаете коктейль? Да что вы. Вы читали, что пишут о вреде алкоголя? Я даже бросила. Читайте. Вы что, вы любите Довлатова? А вы знаете, что это Довлатов? Ага. Нет, ну, правда. Многие думают, что это анекдот из интернета. Ну, тогда прыгни. Прыгну. Ну и прыгни. Да прыгну я, понимаешь? Прыгну. Подождите, подождите. Ну? Быть может, вы еще и Солженицыным увлекаетесь? Саша? Ну, я бы не стал так фамильярно. Это все-таки Нобелевский лауреат. Саша! Двортик у его. Ты как, воды наклебался? Ма, да все нормально. Ну что нормально? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. У него все нормально. Марш в шезлонгу и в бассейну не ногой больше. Да, пожалуйста! И поспокойней мне там. Что, трудно с пацаном, да? Да, одно и конечно трудно. Это я образно. Просто Борису ему далеко до идеального отца. Он и сам как ребенок. Вот здесь. Я прошу. Скажите, пожалуйста. Да. А в СПА бассейн работает? Да, конечно. Причем круглосуточно. Только зачем вам бассейн, когда на море отличная погода? А море грязное. Дрянь всякая липнет. Нормально плавать не дает. МРАЧНАЯ МУЗЫКА А... Цветы где можно заказать? Букетом! КАРАЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Хорошо. А теперь вдох, выдох. Может, все-таки наденем на рукавники, а? Карина, доверитесь мне? Да, мам, доверитесь тебе, Игорь. Так, что за разговорчики? Не забываем про дыхание. Дыхание в этом деле самое главное. Запомнил? Угу. Додумался, да, воду сигануть? Это я додумалась. Ну, в смысле, это я Сашку спровоцировала. Да ладно, Светульна, это просто мальчишки. Они сначала делают, а потом думают. Причем, что характерно в любом возрасте. Так. Надеюсь, вы не над нами смеетесь? Над вами. Над вами. Ну, ничего, ничего, смейтесь. Мы вам еще покажем и кролем, и брасом. А ну, Санек, давай, покажи маме, что умеешь. Давай. Док, выдок. Мама, что ты? Ничего, ничего, все нормально. В этом деле главное не сдаваться. Две недели и сможем хоть на соревнования. А вот этот вот хихикающий фан-клуб будет у нас еще автограф убрать. Да, чемпион? Да! Опа! Боже мой, как романтично. Прям как сцена из кино. Я еще не на такое способен. Он заинтриговал. Ну, конечно, если этот букет мне, я бы хотела получить его в целом виде. А не по частям. Секунда, и он будет у твоих ног. А я ищу вас везде, что же. Где вы ходите? Какие красивые цветы. А это кому? 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 Она спрашивает еще. Такие вопросы задаешь. Конечно же. Пусть. Поздравляю тебя, дорогая. Не до что. Приятно. Приятно. А что за повод? Ну, если не секрет. Игорь, мне, чтобы подарить своей любимой женщине цветы, повод... Нинуша, запомни это. А куда вы собирались, подошли? А мы в номер переодеться на ужин. А, что же вы не стоим тогда переодеваться и на ужин уже? Нас же скорее же. Да? Угу. Мужчина, зоопарк был вчера, а сегодня дельфинарий. Ясно вам? Мужчина, а вы куда столько пива набрали? Там будет дельфина, а не вобла. Дорогие мои, дельфинарий. Доброе утро. Доброе утро. Чемпион, привет. Привет. А я смотрю, вы сегодня тоже неполным составом, да? Да. Папа на рыбалку уехал. Ясно. Да, предпочел умным млекопитающим глупую доверчивую кефаль. А Вера на грязевые ванны записалась? Я как будто не хватает действительно следа обитания. Светлана, а мне кажется, это была слишком злая ирония? Простите, папа, сама не знаю, в кого я такая. Молчу, молчу. Девушка, ну я вам второй раз повторяю, перенесите грязи на после обеда. Ага. Доставка в номер. Шампанское, фрукты и разбитое сердце. Остальные органы в порядке? Более чем. Ну, проходите. О, благодарю вас. Означает ли это, что моя белая госпожа меня простила? Балочка, милый, ну, подожди, наши еще не уехали. Ну, какая разница, уехали они или нет? Подожди, Барик, Барик, Барик. Барик, как я? Стой пока шампанское, я пойду посмотрю. Ну, может, это ведь саларок, саларок. Ну, ладно. Слушайте, моя белая госпожа. Ой, ничего, я сама. Спасибо, это ваша. Моя? А, нет, это моя. Пойдемте. Прошу. Мамочки, обратите внимание на своих детей. Позвольте. Спасибо. Аккуратно. Интересное кино. Да? Фирма Альбатрос. Просим подтвердить экскурсию на завтра на четверых человек. Вы ошибаетесь на шестерых. Извините, но тут двое взрослых и двое детей. А вы что, не в курсе? Теперь в курсе. Моя богиня, поднимаю этот бокальчик кисленького. За тебя сладенькую. СМЕХ Да. Такими темпами глядишь и без всего останешься. Верунчик, золотые слова. Я жду не дождусь, когда ты останешься без всего. Конфета моя. Верунчик, Верунчик, ты читаешь мои мысли. Закон без спины или ладно. Верунчик, я хочу потерять обе спинку. Сама так, сама, сама. Сама. Верунчик, только я недолго прошу тебя, а то я сойду с ума. Приехали на этот полуостров любви. А тут ни любви тебе, ни поллюбви, ни четвертушечки. Верунчик, тебе-то кому рассказать? Никто не поверит. Борюсик, не надо никому ничего рассказывать. Натушечка моя. А зачем ты так оделась? Я знаю. Ты очень строгая учительница, я очень нерадивый ученик, да? Нет. Нет, ты продюсер, а я очень, очень хочу попасть. Борис, а ты вообще можешь думать о чем-нибудь другом? Сейчас нет, а надо? Иногда надо, Боря, иногда надо. Куда ты, Верочка? Натушечка моя, куда ты? Вера! Верочка, простой, постой. Вера, ну что я опять сказал не так? Я спросьбу все свои слова назад, Вера. Ну скажи хоть что-нибудь. Ширинку застегни. В дельфинарии, пожалуйста. Кутова! Зачем в дельфинарии, Верунь? А? Зачем в дельфинах-то? Вера! Ну что, долго еще? Ну еще минут двадцать. Ой, ну двадцать минут назад говорили то же самое? Ну а я что могу сделать? Радиатор закипел. Вера, Верунчик, ну я молю тебя. Ну давай вернемся. Ну зачем вы вообще туда едете? Боря, у этого радиатор закипел. Мне кажется, у меня сейчас мозги закипят. Я тебе сотый раз повторяю. Мне надо там быть, понятно? Это тебе там надо быть. А я там как появлюсь? Я вообще на рыбалку уехал. Что им скажу? Ты раньше придумывал что-то, а сейчас он не может, да? Не могу я тебе... Боря, что ты там говорил о этой ладе с мужиками? Да что ж ты прицепилась к этой ладе? Да ну ничего особенного. Ну два раза была замужем, мы оба неудачные. Первый алкоголик, второй бабник. Все как у всех, все. Значит, третий был бы не лишним, да? Третий? А что? Он хороший вариант, нет? Таксистом. Боря, ты идиот или как? Ты вообще о чем-то другом думать можешь? У меня мужа уводят. Да кто? Кто у тебя мужа уводит? Ну долго еще? Мы же сами с ней договорились, что она возьмет Игорь на себя. Да все. Мы едем или нет? Я не понимаю. А мы идем в перевернуть в дом. Да, да, я хочу в дом. А я билеты в дом сказок купил. В дом сказок? Значит мы идем в Иту, да? Иту, да. Мы идем в дом раз... Ой! Извините, пожалуйста, это я... Прекрасно смотритесь. Фух, привет, а вы откуда? А вы нас не ждали, да? Нет, ну ты же сказала, ты пошла на грязи. Грязи закончились, сказали в понедельник залезу. А я, это самое главное, к отелю, значит, иду, смотрю, Вера Павловна выходит, думаю, ой, Вера Павловна, а вы куда, к нашим, случайно, да? Она говорит, к нашим, ой, я говорю, а это вместе, ну вот мы, собственно, и... Так ты же на рыбалке, Фа. Ну на рыбалке рыбы нету, я стою, что мне там делать? Я к вам, так сказать, у вас-то рыба есть, вам. Ну а вы как? Без тебя, Вера, было очень хорошо, а как будет теперь? Это уже вопрос. Да, это очень большой вопрос. Игорь, по-моему, это уже перебор в юморе, тебе не кажется? Свет, кому-то надо извиниться. Это была всего лишь шутка. Шутка. Видишь, заживу дельфинов, есть чувство юмора. Свет, кому-то надо извиниться уже дважды. Думаю, стоит, думаю, не стоит. Я думаю, что не стоит. Я не буду извиняться. Да, и это... Света, прекрати поясничать. А зачем она приехала, зачем она приехала, зачем она приехала? Сдел бы там все свои грязи, грязи, грязи. Света, хватит, я сказал, прекрати. Прекрати извинись сейчас же. Я не буду извиняться. Я сказал, извинись. А я не буду извиняться. А так? Все, развлечение закончено, мы едем в отель. Я никуда не поеду. Это мне решать, куда ты поедешь, а куда нет. Ну и решай! Сань, подержи. Ну, конечно. Ну, все, я в дом верну. Свет. Светуль. Светуль. Малыш. Малыш. Чего ты плачешь? Свет. Ну, хорошая моя, ну чего ты плачешь? Почему? Почему он на меня кричит? Что, что я такого сделала? Ну, он кричит просто потому, что очень сильно тебя любит. Ты ему совсем не безразлична. Понимаешь? Вот я на Сашу. Ты знаешь, как я иногда на Саню кричу? Ого! А на нее он никогда не кричит. Ну, хорошая моя, ну не плать. Ну, родная, ну, я тебя понимаю, как никто другой. У меня же тоже родители развелись. И папа женился на тете Ире. Я ревновала ужасно. Мне казалось, он ее любит больше, чем меня. Это так обидно. Обидно. И что ж ты делала? Что? Бунтовала. Как и ты. Два раза в дом избегала. А потом как-то... Пришла и увидела, как папа плачет. И я поняла, что дело больно ему, понимаешь? Ведь это плохо. В лоб. Представляешь, как ему нелегко. Он между вами разрывается. Ну, ты представляешь? Ты хочешь одного. Вера все время хочет другого. А что ему делать? Ну, надо ведь немножко уважать его выбор. Даже если он тебе и мне очень нравится. Даже если по тестам... Вера ему не подходит. Ну, что тесты? Тесты ошибаются, малыш. А я не говорю уж о людях. Мне поначалу... Вон. Папа твой. Жуть как не понравился. Просто ужас. Да ладно, он же классный. Конечно, классный. И добрый, и милый, и заботливый. И я тебе больше скажу. Нет, больше я тебе, конечно, не скажу. Втерились, да? Светлана Игоревна, вы... Вы что, вы... Вы не меняйте тему для разговора. В общем... В общем, придет время и Вера мне понравится. Точно? А пока нужно немножко поменьше реагировать. Я попробую. Пошли. Так вы втерились или нет? Ты посмотри на нее, а? Я обещаю, что я перестажу. Честно. Я не понимаю. Но объясни мне, ну что происходит? Все. Я просто уже устала объяснять. Оставь меня сегодня в покое и все, спасибо. Что значит оставь в покое? В каком смысле, Вера? Эй, командир, тут не хватает. Мозгов у тебя не хватает. Мы тебя сколько возле дельфинария ждали? Сейчас. Все, до свидания. Верунчик, Вера! Добрый вечер. Добрый вечер. Вера Павловна, подождите, пожалуйста. Даже не думайте. Сейчас сорветесь, а потом что, начинаете сначала? Нет, нет, что вы. Я просто хотел вспомнить запах табака, а не более того. Я так и поняла. Ну-ну. Да, Карина. А? Я вас хотел поблагодарить за свету. А, да что, какая благодарность, ну вы как, помирились? Ну, почти. Эх вы. Я педагог не то чтобы плохой, но до Макаренко мне далеко. И вам спасибо. Мне? Ну, за то, что Сашку плавать научили. Что вы, это пустяки. Я надеюсь, Борис... Нет, нет, нет. Вон. В смысле, он, конечно, делает все, что может и старается. Ну, ему до Макаренко не то, что далеко, там пропасть. Ирунчик, ну я, ну я не понимаю, ну я правда не понимаю, что значит нам нужно временно прекратить наши отношения. Боря, то и значит. Ну, как их можно прекратить, когда они вообще здесь у нас не начинались? Родной, я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Да не то слово. Так, Боря, сделаем вид, что этой поездки как бы не было. Хорошо? Вернемся к этому разговору в Москве. Пока-пока. Зачем нам тянуть до Москвы, когда мы можем поговорить об этом сейчас? Боря, у тебя только одно на уме. А у меня, между прочим, семья рушится. Веросик, ну при чем здесь семья? Так что ты хочешь? Поговорить. Вот, да. Вы сказали что-то? Я? Нет. Нет? Послышалась. Я думал, вы… А? Я? Да. Нет, я ничего. Я… Хотите кофе? Кофе? Кофе. Можно. Только как? Доверьтесь мне. Боря, неужели ты не видишь? Они постоянно вместе, на этом дайвинге вместе, на эстафетах вместе, а эти комплименты на набережной, они даже сегодня из дельфинария вместе уехали. Подожди, Верусь, они же уехали с детьми. Да почему без меня, Боря? Потому что мы же сами этого хотели, но Веросик, ну все же идет по плану, а мы ни разу этим не воспользовались. Между прочим, по дороге сюда был чудный мотель, мы в… Господи, да когда ты оставишь меня в покое уже, а? В каком смысле? В прямом, Борис Михайлович, наша фирма больше не нуждается в ваших услугах, так понятно? Замечательно. Это что ж получается, я вам, оказывается, услуги оказывал, да? Нет, я млела от чистой и большой любви к вам. Что, не млела, да? Боря, ты в своем уме? Ты думал, я променяю Игоря на тебя и твоих на сумку? Ты слишком ошибался, Боря. Вот так вот, да? Да, вот так, вот так вот, все, давай, гуляй! Да сама ты гуляй! И покрашу тебя найдем, мне вон только свистнуть! Свистульку не сломать! Интересно, а… Мам, да, я, кажется, поняла, вы позаботитесь о моем здоровье, да? Угу. Сначала о моей белой коже, теперь вот о сердце, видимо, да? Решили, что кофе на ночь мне вредно? Мам, тебе тут кофе принесли! Угу. 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 Мам, можно я пойду со сметой пугаю? Только не долго. Угу. 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 Ваше здоровье? Угу. По-турецки? Да. Можно погадать на кофейной гуще. Угу. Игорь, куда же делся ваш вечный эскиптицизм, а? Нет. У… У меня… Возникло такое ощущение, что меня ждут какие-то перемены. Вы действительно хотите узнать ваше будущее? Я же… Ух! Ух! Только если в нем будет все хорошо. Ну, это же не от меня зависит, а там… Ну, ладно, почему бы нет? Допивайте кофе. Выливайте в блюдце. Ну, какие ассоциации? Ну, смотрите, смотрите. Красивая женщина. Игорюша, сладкий, ты где? Я пришла. Игорь! Угу. А вот и ответ. Калинина! Да, пожалуй, вы правы. Калинина! До завтра. До завтра. Ух! Ух! А куда это ты собрался, м? Не ты, а мы. Ух, простите великодушно, куда это вы собрались? Слушай, Калинина, это ты давай не умничай. Собирайся, все, отпуск закончен. Благодаря тебе, между прочим. Извините, а чем это я провинилась, а? Ты не понимаешь, да? Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Что ты пристала к этому Игорю? Я пристала? Нет, я пристал. Извините, хороший вопрос. Может быть, потому что ты меня просил об этом? Подыграй мне, побудь с ним, отвлеки его. Ну, просил, но ты перестаралась, мать, ты переиграла. Ах, ну извините, актриса из меня может быть правда не очень. Зато ты гениально сыграл любовника. Прям Брэд Питт отдыхает. Игорюша. Игорюша. Да. Я соскучилась. Вер, я занят. Я очень соскучилась. О, прости. Да, слушаю. Нет, это я не понимаю. Вы что, вообще без меня решить ничего? Ты меня слышишь или нет? Арина, я что не ясно сказал, мы уезжаем. Пока. А мы остаёмся. Так, я не понял, что значит мы остаёмся? Что значит мы остаёмся? Да. А что, номер оплачен Сашке здесь очень нравится. А ты? Если поссорился со своим им залью, то вперёд. Счастливого пути. Хорошо, оставайтесь. Счастливо. Мама, куда это дядь Борь? Уехал. А теперь приехал. А ты что, забыл что-то? Нет, а почему, собственно, я должен уезжать? Пусть она валит отсюда. Это... В конце концов, у меня отпуск. Дел у меня дома никаких. Дома меня никто не ждёт. Я покажу, позагораю, покупаюсь, погуляю. Там достопримечательности посмотрю, в конце концов. Да, нет, другое. Сань, давай, иди спать. Угу. Борюсь. Все нормально. Все. Ну, Борюсь. Борюсь. Все нормально. Ну, Парамуш. Парам... Чистить... Нюх, тихо, тихо, тихо... Николая, ты чего? Мы таких тебя верз знаешь сколько ройдём? Да, 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 да. Ну, ты же... Ты добрый, ты... Ты симпатичный, ты даже красивый, правда. Я ж не... Он с жопой шляп! Она... Чуть-чуть. Он веселый, но он такой заботливый так. Парамонов, руки убери. Прости. Накатилась туда. Фух. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, я слушаю. Тебя. Алло. Присаживайся подробно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Выпьешь? Ты не бойся, она не отравлена. Ну как? Вино как вино? Угу. Вот это вино как вино называется Мутон Ротшильд и стоит большущих денег. Угу. До такого вина подруга нужно дорасти. Вот, к примеру, как я. Продать квартиру в Смоленске. На эти деньги сделать себе полный тюнинг. Каждый день посещать фитнес-клуб, спа. Научиться петь в караоке. Правильно ставить ударение. Посетить сто вечеринок. Или на сто первую наконец-то встретить его. Не того, который будет кидать понты и максимум, что иметь, это палатку шоурумы в метро. А настоящего мецената, претендента на форуме. После того, как ты пройдешь эти девять кругов дерьма, ты достоинством можешь претендовать на то, что он угостит тебе таким вина. Причем любить его не обязательно. Достаточно просто отсидеть. А я смотрю, ты решила взять усилки сразу, да? Нет, ну чисто по-женски я тебя, конечно, понимаю. Ну что сказать, одинокая женщина с ребенком на шее. И, конечно же, тебе иногда хочется немного пригубить. Но мой тебе совет, подруга. Начни с напитков попроще. К примеру, советское полусладкое. Ага. Боюсь показаться глупой. Но эту аллегорию попрошу объяснить. Потренируйся на Боре. То есть Боре это шампанское. Отлично. Неселящее, игристое. Для тебя в самый раз. При том, что и я это шампанское больше не пью. А что ж так? Поняла, что смешивать напитки это как опасно? А это уже не твое дело. Ты мне все равно можешь хоть в запоете. Только попрошу уважаемой семье мне советов не давать. Я сама решу, какие напитки мне употреблять. И в каких количествах. А это не совет. Это предупреждение. И только имею в виду, я не Минздрав. Два раза предупреждать не буду. Поняла? Официант, шампанское. Официант, шампанское. И ровно оставшись. У curriculum миру. У común хрень канала. У ہو на вес. У Tamam. И так было замечательно. У�га, чте дороги, вертик лицев? Официант, это longtemps. У посланных метров не возможен. К press с ума с bananas. К airlines ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам не знаю, как я раньше жил, Как тебя не знал и не любил. Появилась ты средь бела дня, Поселилась в сердце у меня. Будь со мною строгой, Будь со мною нежной, Будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом, Ничего не надо, Ты моя прадовольный ветер мой. На дворе мороз, Там не темно, Нет на небе звезд, Там не светло. От пожатья наших верных рук, Все вокруг переменилось друг. Будь со мною строгой, Будь со мною нежной, Будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом, Ничего не надо, Ты моя прадовольный ветер мой. Будь со мною строгой, Будь со мною нежной, 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 С вами все в порядке? Я не знаю. Я не знаю. Пойдем танцуем, а? Нет, я не хочу. Пойдем, пожалуйста. Не хочу, Вера, не хочу. Ой, какой ты скучный. Молодой человек, извините, у вас из калка не найдется? Что? Леа, у него ничего не найдется. Что-нибудь еще? А? Ну? Ой. Это что сейчас такое было? Что? А, это? Прости, дорогой, прости, сигнализация сработала. Я думаю, смотрю, ты у меня прям на расклад, да? Это ты сейчас серьезно? Ну, конечно же, шучу. Ну, Гарюша, ну что ты такой серьезный? Я знаю, что тебе можно доверять. Ты не будешь устраивать всякие там курортные интрижки у жены под носом. Правда? Или нет? Уверена, что это удачная тема для разговора? Бу-бу-бу, ну хватит. Ну пойдем потанцуем, пойдем. Вера. Ну хорошо. Тогда закажи мне еще шампан с головой. У-у-у! Пссс! О, человек мой дорогой, Игорюшечка. А пойдем по полотенечку? Нет, нет, нет. Голова что-то разболелась, поэтому таблетку поищу. Как там Карина? А кто это? А, это нормально. Ну ударилась, решила отлежаться. Ты не что, пойдем потанцуем? Нет, 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 нет. Я точно нет. Я думаю, Вера составит тебе компанию. И закажи ей, пожалуйста, шампанского, когда бармен вернется. Хорошо, потом сочтемся. Какое сочтемся на шампанского? Шампанского, да? Миски Сивилс, сто двести грамм. Скажите, а какое у вас самое худшее шампанское? Мокал? Бутылку? Пап, может мы к лечу попробуем? А что вы здесь делаете? В вставку идем играть. А к вам за конфетами ходили. Мозгам нужно сладкого, а то мы на четвертом уровне засели. Никак ворота судьбы открыть не можем. Ты тут что делаешь? Я? Как, как, что я здесь делаю? Свет, ты на часы смотрела? Давно в кровать пора. Пап, какую кровать? Только девять часов. Ну и что? Вы за этой приставкой с самого утра сидите. Пап, ну пожалуйста, нам надо закончить миссию. Света, никаких разговоров. Тем более, тетя Карина себя плохо чувствует, а вы ей мешаете. Нет, дядя Игорь, мы ей не мешаем. Она вообще на пляж пошла воздухом дышать. Так, еще полчаса и в кровать. Спасибо, папочка. Можно даже час. Целый час. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за предложение, но нет, не хочу. Я тоже не хочу. А в бассейн работаете? Для вас, да. Спасибо. А идти туда? Туда. Туда. А я все помню. Вы знаете, у меня же память. Во. Георгий. Правильно, Андрей. Значит, Георгий, если меня кто-то будет спрашивать, я в бассейне. Договорились. Опа. Простите, пожалуйста. Добрый вечер. А вы мужа моего не видели, а то он куда-то здесь пропастился. По-моему, ваш муж пошел в спа. В спа. Извините. Ничего страшного. Хотел узнать, как вы себя чувствуете, но вижу, нужно искать новый повод для разговора. Это точно. И от вещей отойдите, пожалуйста, подальше. Простите, пожалуйста, я ошибся. Ну, конечно, ошиблись. Хотели взять сумочку, а схватили полотенце. Да, это известный похититель полотенец. Пол Турции обнес. А-а-а, понятно. Простите. Счастливенько. Добрый вечер. Добрый. Решил поплавать, Игорюш? Надеюсь, ты не откажешься от компании «Прекрасные нимфы», а? А у «Прекрасные нимфы» справка имеется о том, что ей можно пчать в бассейн? Ты откуда тут взялся, придурок? Отвернись. О, Господи. Сама невинность. Вся милость захлебнись. Идиот. Вот, вот, теперь отпустила. Отпустила! Да нет, этого не может быть. Ну, почему не может? Вы, правда, вы в 14 лет писали стихи? В 13. Я не могу в это поверить. Ну, почему я не понимаю? Я вас прошу, прочитайте что-нибудь. Нет. Игорь, ну почему нет? Ну, почему нет, Игорь? Ну, пожалуйста. Вы будете смеяться. Нет, все, я обещаю, я не буду смеяться. Нет. Не буду? Ну, нет. Я вас очень прошу, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хотя бы одно. Ну, я же умру от я попытства. Хорошо. Но вы обещали. Все, да. Все, все. Лист резной, оранжевый, с дерева упал. На листы опавшей каждый наступал. Только мальчик маленький, мальчик с ноготок, взял с земли, поднял его и сказал, цветок. Я же говорил. Простите, пожалуйста. Да я не... Это просто очень трогательно. Извините. Цветок. А чему вы улыбаетесь? Я? Вы? Я... Я вспомнил нашу поездку на Ласточкино-гнездо. Тайган, дайвинг. Вы лучше вспомните наше первое знакомство. Скажите, а вас действительно зовут Карина? Нет, нет. Мне просто кажется, что это имя вам не подходит. Оно красивое, но не ваше. А какое же имя по-вашему мне подходит? Я не знаю. Мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Игорь, я... Расскажите мне об астрологии. Что? А вы же ее терпеть не можете. Я хочу разобраться. Может, я был неправ. Расскажите мне об астрологии. А... Хорошо. Хорошо. Вот это? Это луна. А вот это большая? Да. Слушайте, буду знать. А вон там вот видите? Это большая медведица. Большая медведица? Да, большая. Вот такая. Ну, я вижу только ковш. Ну, это одно и то же. Ну, как будто вы не знали. Да что вы говорите. А вот эта вот яркая звезда? А... полярная. Полярная? А полярная чему? Ну, прекрати. Че? Я... Простите. Нет, это вы меня простите. Это... Это просто ошибка. И... Простите меня. А... Прошу внимания, наша экскурсия начнется через несколько минут. И поплывем мы на нее вот на этом чудесном пиратском корабле. Мы посетим такие знаковые места Крыма, как Шаляпинский грот, Новый Свет, гора Кородак. Затем наша экскурсия продолжится по суше. Мы посетим творение девятнадцатого века Воронцовский дворец. И затем мы с вами воочию сможем сравнить его с поистине шедевром двадцатого века, санаторием Украина. Дорогие мои, большая просьба не отставать от группы. Особенно, если мы поплывем на корабле, да? Шутка. Я оценила. Дорогие мои, у вас есть пятнадцать минут. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Жду вас у причала. Майя, я на маяке. Да, дорогие мои. Ну, аккуратней, Сань. Ладно. Кариночка, дорогая. Все забываю спросить, а как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения? Нормально. Ну, слава богу, а то я так переживала. Ты извини, я же не специально просто так получилась. Но ты не сердишься. Нет? Я рада. А, кстати, сфотографируй у нас, пожалуйста. Игорь, дай фотоаппарат. Всю семью. Давайте, семейное фото на фоне моря. Вера, давай не сейчас. Нет настроения. Ты обещал мамочке отправлять фотографии, где мы втрою. Ну, горюшь. Карин, там просто на кнопочку нажать. Ничего сложного, даже ты справишься. Карин, просто в технике не бум-бум. Давайте я вас запечатлею. Я бум-бум. Так, давайте-ка, друзья, вспомним что-нибудь хорошее и улыбнемся. Да? Вера Павловна, ну неужели вам не вспоминается ничего хорошего? Ведь было же хорошее. Было. Внимание, снимаю. Так, что такое? Ой, вот хороший снимок. Но вот у Веры Павловны почему-то образовался двойной подбородок и косоглазие небольшое, да? Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, Вера Павловна, для свекрови еще раз. Есть. Не могу понять, что ж такое? Косоглазие все равно остается. С камерой, наверное, не то, да? Да нет, у вас что с руками? Видно, это семейное. Спасибо, Борис Михайлович. Да не за что. Дорогие мои, не начинается посадка. Большая просьба. Не спешите. Смотри в ход. Пожалуйста, не слабо их нададите. Пожалуйста, пожалуйста. Сила сексуального влечения. У меня выражено баллов от злобода девяти. Сам держи. Держи, Игорь. Держи, Игорь. Показывается знаками плюс, равно и минус. Итак, сейчас мы узнаем, кто из присутствующих имеет право носить звание идеального партнера в браке. Вопрос номер последний. Сможете ли вы простить измену партнера? Ой, какой хороший вопрос. Главный жизненный. А какие варианты ответа? А, прощу. Б, нет. В, прощу, если первый раз. Светочка, милая, ты не могла бы не доставать нас своими тестами? Тем более, что к реальной жизни они имеют никакого отношения. Ты так говоришь, потому что нет варианта ответа прощу, если купит машину? Света. Нет, папуль, такого варианта тоже нету. Так, пойди послушай, что говорит экскурсовод, а я к тебе позже подойду. Давай, давай. Сань, ты идешь? Да. Ну так пошли. Куда? Только аккуратней, Сань. Да ладно, мама. Не обращайте внимания на Свету. Я ее прекрасно понимаю. Она просто ревнует своего папу. Да. Ну как такого мужчину можно не ревновать, а? Красивый, умный, заботливый, верный. Прекрати, а? И скромный. Ребята, вы знаете, как мы познакомились с Игорюшей? На корабле. Боже мой, он так романтично за мной ухаживал. Скорее банально. Ну прекрати. Вы себе даже не представляете, насколько сейчас мужик обмельчал. Расскажет, орет тройку каких-нибудь пошленьких анекдотов и думает, все, женщина у него в постели. Простите, Вера Павловна, а откуда же это у вас такая информация? Не из личного опыта? Подруге рассказывает. Борис Михайлович, а я вот немножко не пойму, а чем же вас так зацепило мое замечание? Мне кажется, вы совершенно не похожи на мужчину, который будет порчить себя, какому-нибудь, Челентано, чтобы понравиться симпатичной девушке. Нет, просто как-то это, Вера Павловна, простите, конечно, но как-то вы все под одну гребенку чешете. Обидно за наш пол-то, да, Игорь? Ну согласитесь. Вот сейчас соглашусь. Да, Борис Михайлович, действительно, все мужчины разные, но вы у нас самые замечательные, правда, Кариш? Ой, я про Карину вообще молчу. Она вон сразу двоих мужиков рвала. Ну, я про сына. Ой, ребят, а вы такие молодцы, начали работать на вторым. Ну, мне Карина по секрету рассказала. Игорюш, а когда мы начнем делать бэйбиков, я уже хочу, а ты? Вера Павловна, извините меня, пожалуйста, как интересно у вас получается. Буквально три дня назад, когда Карина делилась нашими планами, вы говорили, что никогда в жизни не променяете ночные клубы, распродажи подруг ваших, да, там, на подгузники и пеленки. Фигура там, грудь обвиснет, да? Карина, я ничего не путаю, правильно? Борис Михайлович, вы знаете, я насмотрелась на вашу идеальную семью и просто поменяла свое мнение. Вера Павловна, я считаю, а вас нужно писать в газетах, понимаете? Вы же эталонный пример для этих гламурных львиц с силиконом вместо мозгов. Борис Михайлович, ну зачем же вы так скромничаете? Мне кажется, как раз ваш персонаж должен быть на всех обложках газет. Да нет, да ну что вы. Извините меня, пожалуйста, бога ради, но только я не понимаю, как же такой идеальный отец семейства может заниматься таким просто ужасным бизнесом, как продажей животных. Нет, если, конечно, читать только заголовки вот этой желтой прессы, то тогда вот так можно думать. А на самом деле ничего страшного в моем бизнесе нет. Борис Михайлович, а что там по поводу вашего судебного дела, по поводу контрабанды носов, уже прикрыли? Или следствие еще идет? Ма, кажется, мучит! Ну я же говорила, таблетку возьми. Света, тебе как, нормально? Да. Стой! Па, там дебины, пошли быстрее! Ну, па, ты же обещал! Извините, ну ничего страшного. Ты что творишь, придурок, а? Одноклассники свои помочь решил? Боречка, ты очень сильно ошибаешься. Я без мужа в Москве сделаю тебе столько проблем, что ты себе представить не можешь. Родная, ты можешь кого-то напугать, если только не накрасишься. А то он даже не пытайся. Хам! Нам надо поговорить. Нам надо все забыть, пожалуйста. Ну вот, дорогие мои, теперь вы очень можете убедиться, как изменилась южнобережная архитектура спустя. Как вы уже слышали, Воронцовский дворец был сдан в 1848 году, а в 50-м началось строительство страной Украины, главного философа пострадали. Игорюша, а что с лицом? Или ты не в восторге от советского неоклассицизма? Что случилось? Все в порядке, голова просто болит. Игорюша, у тебя в последнее время очень часто болит голова. Ты знаешь, мы сейчас приедем в Москву, я тебя запишу к замечательному доктору. Ему даже из Европы приезжают. Запись за полгода. Ты не переживай, я договорюсь. Моя подружка и его жена. Мы вместе с ней на йогу ходим, а ты спрашиваешь, какая польза от йоги. Сам видишь теперь какая? Обратите внимание, здание главного корпуса украшено белоснежным инкермановским известняком, что создает потрясающий эффект воздушности здания. По богатству интерьера санаторий не уступал роскошным дворцам, за что к своему несчастью поплатился главный архитектор здания Борис Васильевич Ефимович. За излишнюю роскошь он был сослан в лагеря на 10 лет в 1953 году. Пожалуйста, наслаждаемся, любуемся зданием. Калинин, что с тобой? У тебя такой вид, будто Борис Васильевич Ефимович по дороге в лагеря еще и тебе жизнь испортил. Что случилось-то? Парамонов, занимайся собой. А то вон, убьешь бывшего, а мне с участия припишут. Убьешь, это слишком банально. Это вообще не наш метод. Блин, это что, Кондратьева? Какая Кондратьева? Боря, с которой ты в седьмом классе целовался, а потом ей пять лет мозг убрил. Кондратьева, бегом, быстро, быстро! Да ну там! Саша, Саша! Ма, кто это? Да это наша с папой одноклассница. Только этого нам не хватало. Говори. Вот что принес? Пошли, пошли, пошли! Санаторий Украина был одним из самых привилегированных курортных здравниц Советского Союза. Использовался он в основном для размещения делегаций коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран. Английский писатель Джеймс Олдридж так описал санаторий Украина. Белый античный храм на фоне синего моря у подножья Ай-Петри в томной роще кипарисов. Неплохо, но я вообще-то не в восторге. Ой, полностью с собой согласна, Игорюш. Не архитектура, а фигня какая-то. Вообще не понимаю, что мы тут делаем? Я говорил про творчество Джеймса Олдриджа. Архитектура мне как раз нравится. Давай, выкручивайся. А вот этот Джеймс, между прочим, Игорь, мне очень даже не нравится. Слушай, Лад, скажи, а ты вообще давно была на встрече выпускников? Недавно, что? Ну так, просто хотел узнать, кто как устроился в жизни, ну, в материальном смысле. Какая-то мелочная душонка по Рамону. Хочешь порадоваться за себя любимого? Да ты дура, что ли? Я хочу понять, сколько еще моих знакомых в Крыму встретим. Ты представляешь, что бы началось, если Кондратьев тебя первый увидел, не ты, ее? Влада! Владка! Сколько она, быстро уходим? Подожди! Да подожди, Галинина! Галинина! Дорогие мои, наша экскурсия закончилась. У вас есть еще 15 минут попить водички, поесть мороженого, сфотографироваться на память. Через 15 минут я вас всех жду у причала нашего кораблика. Не опаздывайте. Можете проходить сюда, здесь тоже прекрасный вид на море. Дорогая, послушай, может быть, мы тоже уже как-то на кораблик туда? А то что-то подустался сегодня. Да, Борис Михайлович, видно. Выглядит так себе. Какой-то болезненный вид у вас. Да, да, вы знаете, пошел вчера в бассейн искупнуться, а там плавает всякое непонятное. В общем, мы на корабль, и там... Да, все. Ну, я не хочу на корабль, я хочу мороженое. Я даже не хочу, пап! А-а-а! А-а-а! Конец! Вот вы где! Я кричу, кричу, вы меня не слышите. Привет, Калина! Как красиво! Привет! Здравствуйте! Ой, а что это за бюджон? Неужели это тот самый Бориска, который все время мед и штатишкой ходил? Да! Вообще, я не узнал. Ну, это имидж, я прошу не путать со старостью. А-а-а! Ну, так. А, вы, наверное, с семьями приехали отдыхать, ребята, прекрасно. Оксана, у тебя очень интересный муж. Вообще-то, это не ее муж. А-а-а! Извините. Вот это ее муж. А вот это уже интересно. Ну... Подождите. А ты, по-моему, за Трофимова замуж заходила. Ну, так это же... Кто тебе сказал такую ерунду? Да ну, вообще-то, я на твоей свадьбе гуляла. СМЕХ А-а-а! Так это было когда? 20 лет назад. Я и забыла. У меня из головы вылетел совсем. А как это так? А у тебя же ребенок вроде родился. Какой ребенок? У кого? Какой ребенок? Что ты? Контратиевна. Понимаешь, этот ребенок от меня. Вот это у вас Санта-Барбара. И главное, ничего не сказали. Ну, смотри, такие. Вот это ваш сын? Да. Ну, вообще-то, это вылитая копия Трофимова. Да, я тоже заметила, что на нас он вообще не похож. Так бывает. Это потом проявляется... У меня с папой так было. Сыночек, возьми денежку. Ну, как ты? Ну, я ничего. Я, честно говоря, не ожидала, подруга. Ты прям вот так вот... Слушай, ну ты выглядишь... Выглядишь потрясающе, Паша. Ты можешь менять на глазах прям с соседом. Вот это круто! СМЕХ Я не изменяла? У нас еще до свадьбы все случилось. Правда, Боря? Так это до свадьбы. Борюска в это время в армии был. Ну, я вообще-то в отпуск приезжал. Ну, вообще-то ты ко мне в отпуск приезжал. Ну, почему же к тебе он приезжал в отпуск? Ну, значит, почему? Вообще-то у нас отношения были. Извините, конечно. Так, значит, так вы со мной, да? Аж! Значит, он в отпуск к тебе, а? Может быть, вы на моем нерождении? Может быть, вы в моей постели? А ты, я тебя подругой называла, а ты вообще... Да что ты покушуешь? Слушай, ты, я-то, у тебя язык всю жизнь помело пыл. Карин, подожди! Ага, значит, я во всем вина. Интересно. Что-то произошло, что-то пропустило? Здрасьте. Здрасьте. А, Карина, это кто, простите? Выкрутились. Ну-ка, Ленина, ты? Ты гений. Не понял. Добрый вечер. Добрый вечер. Лад, ты что? Ты чего? Иди спать. Случилось шучу? Ничего не случилось. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной. Что происходит? Красивая? Понравилась, да? Никогда больше так не делай. Игорь, ты действительно считаешь, что имеешь право предъявлять мне какие-то претензии? Ты что, думаешь, я должна сидеть и смотреть, как ты переходишь все рамки приличия? Тихо, тихо, тихо. Ладно, ну успокойся. Ну, чего ты? Все, все. Да, ну опять, ну ладно, ты Сашку разбудишь, ну. Ларя, ну все, успокойся. Ну что? Ну, господи, я не могу, я не могу, понимаешь, я больше не могу. Я понимаю, понимаешь? Я не могу, я не знаю, как ему в глаза смотреть, я вру, вру, вру. Я постоянно вру, я себя ненавижу, ты будешь... Ну, понимаю, понимаю. Что случилось-то? Кому ты не можешь в глаза смотреть? Сашке, что ли? А? Да вы, чем тут Сашка? Я не понимаю. Слушай, Калинина, это что, правда это что? Ты втюрилась, что ли? Влад! Ну, чего ты молчишь? Как будто ничего не произошло. Произошло только то, что ты вторглась в мое личное пространство. Да? А, по-моему, произошло то, что кто-то начал ухлестывать за моей лучшей подругой. Ты думаешь, я такая дура, ничего не вижу, не замечаю? Значит, на экскурсии вы вместе, на дайвинге вы вместе, даже в этих детских эстафетах вы вместе. Слушай, милый, а ты не запарился придумывать повод, чтобы побыть с ней наедине? А? Что молчишь? Я душ могу принять? Карину не позвать! Ну, все, ну, хватит уже сыры-то разводить. Ну, мы соседей затопим сейчас. Ну, на вот валерьяночки лучше, эти накапал. Я не хочу. Не хочу, не хочу. Почему все так, Боря, а? Парамонов, ну где же ты взялся на мою голову? А, здрасте. Вот, я теперь во всем виноват. Ну, а откуда я знал, что так все получится? Ну, это же, это анекдот какой-то, ну, честное слово. Смешно. Он теперь меня никогда не простит. Угу. Никогда не простит. Боже. Боря, давай уедем. Давай уедем. Прямо. Я бы сетя с вами возьму. Уедем. Вот, видишь как, вот когда я тебе предлагал уехать, ты думал, что он тебя еще простит, да? Ну, как же я дуру больше никогда не дуру. Все, Дарья, ну никак, ну никакая ты не дура, ну хватит. Ну, ладно, ну я тебя прошу, успокойся. Да найдете в Москве нормального мужика. У меня вон, тем более, один знакомый олигарх, олигархичный рисовался. Кстати, развелся недавно. Вот, от скухи себе решил носуху завести. Ну, ты же лучше носухи в сто раз. Дурак. Подожди ты, ну. Ой. Да. Интересное кино у нас получается. Нет, я просто поражаюсь. Каким надо быть человеком, чтобы приехать на курорт с женой и ухлестывать за ее лучшей подругой, а? Это что, совести совсем ноль? Нет, я, конечно, понимаю, на меня тебе наплевать. Ну, а ты о них подумай. У них же семья, у них ребенок. Ребенок вообще отца обожает. Ммм? Ну, конечно, понимаю, тебе все равно, да? Но я хочу, чтобы ты знал, Игорь, я хочу, чтобы ты знал, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Вечи собирай. Мы завтра уедем и никогда больше не вспомним об этом разговоре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, бросай. Ну, а теперь мы обязательно вернемся. Мам, а ты что не бросаешь? Что, вернуться не хочешь? Ну? Ну все, намусорили уже. Поехали. Как поехали? Я хотела еще ракушек собрать на память. Я тебе уже планшет купил на память, Саш. Иди, сынок, собирай ракушки. Все, давайте, ребята, нам заправляться еще. Ну, пора, можешь. Ну, дай 10 минут, мы скоро. Ладно, я в кафе. Вам взять чего? Нет, спасибо, Борь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да ладно. Ну, короче, я, в общем, пообеду забуду в маске. Давай там Вике позвони. С кем? Он же гей. Свет, пойди, мы там подожди. А? Доброе утро. Очень жаль, что вы нас покидаете. Надеюсь, это случилось с неповиди нашего отеля. Нет, нет. Произошло кое-что непредвиденное. Понимаю. Ваши счета, пожалуйста. Ладно, все, давай, пока. Так, молодой человек, а вы что, не видите, сейчас чемодан упадет? Можно как-то поаккуратнее? Вы знаете, сколько они стоят? Извините. Да. Одну минутку. По-видимому, вы забыли косметичку. Да, блин, как всегда. Горенчка, милый, я сейчас. Может, не будем ее ждать? Пап, мы точно из-за работы уезжаем? Точнее, не бывает. А почему мы ни с кем не попрощались? Ладно, пойду выпью фреш. Будешь? Нет, не хочу, спасибо. Надеюсь, ваше удовлетворение. Отдых был незабываемым. Да, кстати, ваши друзья тоже уезжают. Ну, я думаю, вы в курсе. Все-таки взяла. А я уже думал, ты даже попрощаться со мной не захочешь. Чего молчишь-то? А? А, ты придумываешь, как меня пнуть побольнее, да? Только, Вер, я тебя очень прошу, не начинай вот эту ерунду, что я там лузер в постели. Это очень банально. Мы жилоба прекрасно знаем, что это не так. Алло. Что, угадал? Мы в молчанку будем играть или как? Это от злости умерла, любимая. Алло. 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 Они пошли проститься с Молин. Традиции никто еще не отменял. Спасибо. Па, ты куда? Никуда. Будь здесь, я скоро. Игорек, здорово. Слушай, с рыбалкой, старик, сегодня не получится, мы решили уехать. Калина там что-то завязит. Это тебе за мою жену? Прав. Прав абсолютно, даже спорить не буду. Прав на сто процентов. А это тебе за твою? Ты подонок, ты понимаешь это? Такую женщину всю жизнь искать будешь, не найдешь. Ты ее на руках носить должен, а ты поступаешь с ней, как последняя тварь. Игорек, я... Дурак ты, Боря. Дурак. Карина, я... Я... Я не Карина. Просто ваш муж... Он мне не муж. Не понимаю. Меня зовут не Карина, а он... Не мой муж, и я с самого начала все про них знала. Я сюда приехала, вас обманывать. Мне... Мне нужны были деньги. Я согласилась. Я тогда на море. Я хотела вам все рассказать, но я струсила. Нет даже прощения, вас просить. Стыдно. Но вы... Вы не должны меня прощать. О, Игорь, вот ты где, я тебя везде ищу. Ну как, монетки кинул? Игорь, подожди, ты все неправильно понял. Я теперь все объясню. Игорь, подожди. От прощания до прощания, возвращение одно. Частых писем, обещания позабытые давно. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит мир. Игорь, подожди. Игорь, подожди. Игорь, подожди. Игорь, подожди. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Привет. А что происходит? Ты опять опоздал, Калинина, вот что происходит. Ладно, я тебе сегодня прощаю. У тебя амнистия. Так, так, работаем, работаем. Не стоим, не стоим. Ну что, Василия? Какой-то сумасшедший купил все цветы, заказал доставку. Куда столько? Да какой-то юбилей. Не стой! Ходи, грузи, считай. До свидания, Калинина. У тебя сегодня выходной. Все, пошли, 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 быстрей. Пока. Да, давай-давай-давай. Работаем. Лада! Лад! Слышь, Викторенко, 7, квартира 49. Это ж твой адрес. Ну да, а что? Прикинь, вся вот эта доставка, она к тебе едет? В смысле? Да в прямом. Говоришь, нет личной жизни. Ну-ну. Подожди, ты же говорила на юбилей. Ну правильно. Ровно два месяца, четыре дня с момента нашей последней встречи. По-моему, дата круглая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит. Кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим, самым любимым людям. Редактор субтитров А.Семкин